Когда творца не понимают, а его искусство не принимают. Мировая культура знает тысячи подобных историй. Наш репортаж как раз про это. И еще про хулиганство. В Иванове участились случаи нанесения несанкционированных надписей и рисунков на фасады зданий, так называемых граффити. Редкий собственник, чей дом стал полотном для уличного искусства, оказывается рад сюрпризу. Мэрия, в свою очередь, напоминает о недопустимости подобных художеств. Штраф за несанкционированный и несогласованный рисунок от 3 до 5 тысяч рублей. Художники граффити, они активизируются сезонно, выбирают объекты повыше, поведнее. И это не всегда для них самих же безопасно. Это во-первых. А во-вторых, это наносит значительный финансовый ущерб собственникам объектов. Райтеры – так называют себя настоящие художники граффити. Они, как правило, ведут себя скромно, рисуют на заброшенных зданиях или гаражах с разрешения владельцев. По словам специалистов, профессиональный райтер всегда может найти способ заниматься творчеством легально. Желающих оформить свой дом, гараж или подъезд в городе хватает. А вот молодым, как говорится, стены не давали. Вот они и упражняются, где придется. Есть вообще очень много ребят, которые занимаются этим профессионально, красиво. И, к сожалению, только пока еще наши власти, государственные наши чиновники, не придали этому вот то значение и тот масштаб, который можно, чтобы Иваново был современным городом, городом продвинутой молодежи. Над созданием творческих площадок сейчас всерьез размышляют в администрации. Первые состязания среди райтеров прошли в городе два года назад. Новое мероприятие запланировано на эту осень. Федерация экстремальных и уличных видов спорта совместно с Комитетом молодежной политики в ноябре планирует организовать масштабный граффити-фестиваль. С площадкой пока не определились. Для участников предусмотрен отборочный тур. Думаю, что мы, наверное, определимся с какой-то определенной темой работ. По этой теме ребята должны будут подготовить эскизы. Предварительно жюри их оценит и допустит лучшие работы. Порядка, наверное, 10-12 участников смогут воплотить свои работы в жизнь. Сотрудники МЧС сами предложили художнику сделать граффити на главном фасаде здания своего учебного центра. Заняло это ни много ни мало целую стену. Теперь каждого, кто приезжает через Биберево, встречает мужественный пожарный. И мало кто остается равнодушным к такому рисунку. Мария Попова, Андрей Семволков, РТВ Иваново.